Сегодня мы с вами будем учиться готовить суп из плавленых сырков. Для этого нам необходимы продукты, которые вы увидите перед собой. Давайте их перечислим. Картофель, сырки, для бульона я взяла карачок куриный, грибы, морковка. В холодную воду мы опускаем наш карачок. Опускаем его в холодную, чтобы нам важен сам бульон, а не мясо. Когда он закипит, мы уменьшим в огонь, чтобы мясо хорошенько проварилось и добавило вкуса для нашего бульона. Где-то ждем минуток 15-10. Начинает закипать и на поверхности образуется пенка. Мы ее обязательно снимаем шумолкой. Она будет мешать эстетическому виду нашего бульона, поэтому ее убирать желательно. Так, вода закипела, огонь уменьшаем. И продолжаем. Пока готовится наш бульон, мы не будем зря терять времени. Мы тем временем приготовим зажарку для нашего будущего супа. В сковороду добавляем подсолнечное масло. На глаз, где-то 3-4 столовых ложки. Ждем, пока она нагреется. А сами тем временем подготовлены продукты для поджарки. В принципе, лук можно сразу добавлять. Добавляем лук и ждем, пока он начнет у нас томиться в масле. Лук у нас начинает шуметь. Мы его помешаем хорошенько, чтобы каждый кусочек у нас обжарился в масле. Так вот. Морковку еще добавлять рано, поэтому оставляем его наедине с собой. Пусть пускают все необходимые нам соки. Время можно снять шум. Лук я порезала мелко. Морковку потерла на крупной терке. Поэтому, я думаю, в самый раз можно уже будет добавлять морковку к луку. Так. И вместе их перемешиваем. Морковку. Пока обжаривается наш лук с морковкой, мы подготовим грибы. Грибы можно натереть на такой вот терочке или порезать ножом. Такие вот слайсики. Грибы можно обжарить отдельно, но это более долгий процесс, поэтому я решила сделать именно вот таким вот образом. То есть я их буду добавлять к нашей зажарке. А не сачок свой пустят туда. В общем, так как надо. Все будет так как надо. Так, посмотрим, как там наша зажарка. Так. Видим, морковка пустила свой желтый цвет. Это хорошо, потому что нам нужно, чтобы она украсила наш суп, чтобы он был с желтоватым оттенком. Так, еще чуть пусть пожарится. Так, перемешиваем еще раз. Ну, я думаю, самое время добавлять к ним грибы. Так, изрядно. Грибы у нас ужарятся, их объем будет меньше. Пусть вас не пугает то, что они перемешались полностью с нашей зажаркой, и ее практически за ними не видно. Это все выправится. Сейчас они пустят свой сок и уменьшатся в объеме. Грибы в этот суп положить не обязательно. То есть, можно таким же, такой же рецепт соблюдать, только без грибов. Суп от этого будет такой же вкусный и ароматный. И еще добавлю. И еще. Теперь хорошенько их перемешаем. Жарим до тех пор, пока наши грибочки уменьшатся в объеме. То есть, они выпустят сок. Сок выправится у нас. Вот тогда можно считать, что наша поджарка готова. А пока пусть тушатся вместе все. Готовится наш бульон. И поджарка к супу. Мы займемся сырками. Сырки следует потереть на терке или мелко нарезать. В зависимости от того, какой вы плавленый сырок выбрали. Будьте внимательны к своему выбору, потому что на каждом сырке указывается, например, сыр плавленый или сырковый продукт. Так вот, лучше, конечно же, выбирать плавленый сыр, потому что он растворяется водичкой. Но, естественно, это натуральный продукт. Что нельзя сказать о молочном продукте, который визуально похож на плавленый сырок. Два сырка мы натираем на терочку. Можете порезать мелко ножиком. Сырки желательно брать мягкие, они быстрее будут растворяться в воде. Если вы же хотите, чтобы в воде плавали маленькие кусочки сыра, то можете взять сорты сыров, твердые сорты сыров. Вот, твердый сыр плавленый. В общем, так вот. Так один. И второй. То есть, пока наши продукты готовятся, мы делаем такую себе заготовочку. Сырка на 3 литра я беру 2. Чтобы вкус их отчетливо чувствовался в нашем супе, вы можете взять больше или меньше. Также по вашим вкусовым качествам. Оливочный сыр. Так. Возвращаемся к нашей поджарке. Видим, что наши грибочки уже поменяли цвет. Это хорошо. Мешаем их. И юшечки практически уже нет. То есть она уже выправилась. Это тоже хорошо. Еще раз помешаем наши грибочки. Солить их не обязательно, потому что мы будем солить сам бульон. Вот так вот. И даем им еще больше ужариваться. Он уже довольно изрядно проварился. Я думаю, самое время добавлять к нему картофель. Тем более картофель начал темнеть вне воды. Поэтому мы добавляем целым. Чтоб она хорошенько проварилась в бульончике нашем. И ждем, чтобы оно так покипело минут 20. 20 минут прошло. Можно проверить нашу картошку с помощью вилки. Картошка вилка хорошо входит. Это говорит о том, что уже картофель сварился. Так, что мы делаем далее. У меня кусок мяса занимает немалое место в моей кастрюльке. Я считаю, что я его уберу. Отделю мясо от кости. Потом добавлю его порционно в суп. Теперь у нас места намного больше. И что я хочу добавить? Я хочу добавить крупу, чтобы мой суп более был наваристый. Я выбрала гречку. Можно выбрать любую крупу. Очень хорошо в этом супе перловка. Рис не пробовала, не знаю. Но вот перловка, гречка вполне подходит. Ждем, пока сварится гречка. И будем добавлять уже нашу зажарку и сырок. До 5 минут. Перемешаем на всякий случай. И дадим вариться. Да, кстати, можно уже посолить наш супчик. Где-то 1 чайную ложечку соли. Потом в конце варки мы еще раз попробуем. И если понадобится, добавим соль. Так, все. Кинули гречку. Ждем, пока она сварится. До 10 минут. Необходимо времени для нашей гречки. 10 минут прошло. Наша гречка изрядно хорошенько прокипела. Я думаю, уже и проварилась. Самое время добавлять нашу зажарочку. Добавляем все полностью. Грибочки, морковка, лук. Вот видите, с помощью морковки наш супик приобретает желтенький цвет. Такой красивый, аппетитный. Хорошенько перемешиваем. Вот так вот. Ну, наверное, будем ждать, пока наш супик закипит. Чтобы потом добавлять к нему наши сырки. Наш супик изрядно закипел уже. Можно добавлять к нему мясо, которое я отделила от кости. Чтобы он был более наваристый. Ну, конечно же, вкусный на... Вкусный, в общем. Добавляем мясо. Оно у нас уже проваренное. То есть, много ему вариться не надо. Ну, а теперь время добавлять сырки. Сырки я потерла на крупную терку. Вот так два штучки, напоминаю. Высыпаем все хорошенько. Перемешиваем, конечно же. Чтобы они у нас быстрее таким образом разварились. Ну, и ждем, пока опять наша консистенция закипит. Когда наш супик закипит, это говорит о том, что все уже готово. Напоминаю о том, что сырок должен прокипеть. Потому что, так как у нас кисломолочный продукт, суп может очень скоро испортиться. Вот так вот мы его хорошенько ровняем и даем таким образом быстрее подтазнуть в нашей воде. Ну, и ждем. Так как у нас время летит очень быстро, мы уже можем наблюдать, как наш суп закипел. Сырок растворился в водичке и супик обрел такой вот белый цвет. Пусть он вас не пугает. Поверьте, это очень вкусно. Обязательно украшаем зеленью. Когда наш суп закипел, мы его выключаем и добавляем зелень. С грибами и сырком хорошо сочетается укроп. Поэтому я всем рекомендую использовать именно его. Но можете также использовать петрушку. Она также ароматная, ну и вкусная. Ну и полезная, конечно же. Вот такой вот у нас красивый супчик с вами получился. Все очень быстро, вкусно и не калорийно почти. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok